Сейчас попробуем Возвращенная восьмерка, тем более, что это легенда. Балтика 8 в свое время, в 90-е годы, это вот был такой дверь в мир пива, которое может быть не только темным и светлым, но еще каким-нибудь. Всем привет, это Василий, канал Прокушев Ест. Сегодня, правда, не ест, а выпьем мы с вами. С чего мы выпьем? Мы выпьем Балтику восьмерку. Почему? Потому что многие, как минимум те, кто интересуется пивом, знают, что на Балтику вернулся старый пивовар, который изначально там был, и он сейчас восстанавливает былую славу семерки, тройки, восьмерка. Вот и следующая по дороге у него попалась восьмерка. Тройка получилась хорошей, ничего не говорю, я сам ее иногда беру время от времени. Семерка, ну, семерка просто не мой стиль, она мягковата для меня и жидковата, но тоже неплохо. Сейчас вот попробуем, что, как выглядит возвращенная восьмерка, тем более, что это легенда. Ну, восьмое Балтика-8 в свое время, в девяностые годы, в конце девяностых, это вот был такой дверь в мир пива, которое может быть не только темным и светлым, но еще каким-нибудь. Вот как раз вот это вот, тут вот на горушке есть, не знаю, возьмет камера или нет, есть такая инструкция, как пить пшеничное пиво, что надо налить две трети бокала, потом долить доверху, и все вот говорят, что это типа, ну, как бы сейчас это все знают, а тогда это было такой, такой вот новиночкой. Хотя восьмерка Балтика, она очень долго держалась на приличном, на приличном уровне. Только вот под конец, под несколько лет она скурилась, сейчас посмотрим, удалось ли вернуть былое величие. Специальный бокал взял под пшеничку, которая вот так чуть-чуть сужается кверху. Это нужно, чтобы пена держалась. Все по науке. Две трети. Две трети, значит, наливаем. Бульты сим. И дальше уже льем так, чтобы пошла пена. Пена что-то, с пеной мы переборщили. Ну и ладно. Стол стеклянный протрем. Ничего страшного. Что мы имеем в итоге? Мы имеем в итоге вот такой вот блокал, пена, видите, плотная, но мне кажется, она быстровато как-то оседает, потому что, сколько я говорю, секунд 10, а вот она уже ушла за предел бокала. Сейчас она задержится, потому что тут специально для этого сделан бокал, чтобы пена подзадерживалась. но он ее тоже не спас. Она оседает очень-очень быстро. В пшеничке такого быть не должно. Ну вот буквально все. Вот сейчас она еще полминуты, потому что спасительное кольцо оно преодолело. Пена, как вы видите, была. Вот она. Ну и все, все. Пена осела полностью практически. Давайте уж подождем, пока целиком осядет, чтобы без пены уже беспрепятственно понюхать, что там у нас в бокале. Такая идитативная себе рубрика. Пока оседает пена, скажу у своих топовых бустеров деда Антона Мангелева, Юлия Соколова, Павла Петрова, Архмана Владислава Александровича, Демоменко Александра. Я Александрша просто Александра, Ермолая Дениса Мозгового. Все, бустеров моих пена уже не пережила. Как и часть моих подписчиков. Подписывайтесь, кстати. Чем еще заняться, пока пена считает? Давайте подпишемся на канал. Пишем лайк хотя бы. Что, сложно что ли? И все практически. Так. Ну вот, пена осела очень быстро. Это на самом деле неправильно. Пена должна быть стойкая, а вот запах хороший. Чувствуется банан, чувствуется гвоздика, чувствуется свежеиспеченный хлеб, какие-то даже фрукты светлые. Слушайте, ну, не, вкусно. Мне не хватает чуть-чуть плотности и нажористости. Хотя, в сути, очень хорошее послевкусие, ну, правда, хорошее. Такое вот сладко, сладко, какой-то вот хлебопечно-банановое. Такое, как оно у пшенички должно быть. На вкус, вот именно на глоток, жидковато. Но послевкусие, послевкусие прямо нажористое, долгое и такое мощное. Я пью большими глотками, потому что это четвертый ролик за сегодня. Мы снимали всякое соленое, в основном все это так вышло. Хочется пить. Вроде она стоит меньше 100 рублей. Это очень хорошая пшеничка. Правда, хорошая. Ничего не могу доколупаться, как бы так, до слишком быстрого оседания пены, но... Мы же не на этот, не на журнал, не на календарь, а к Туберфесту ее фотографировать. Мы пить будем. А пить? Пить приятно. За вас, мои дорогие подписчики. Чтобы к вам тоже пришел, если у вас что-то возеневается, какой-нибудь старый пивовар и вернул все, все, как было раньше, когда было хорошо. Не, очень прилично, очень прилично. Так что вот, такой выпуск. Всех люблю, кроме некоторых. Пока. Пока. Продолжение следует...